приветствую на канале друзья с вами белогор подземные тоннели под континентами о том что на нашей планете существует вторая жизнь подземная написано уже достаточно еще больше об этом рассказывают легенды но насколько все это соответствует действительности до сих пор точно никто не может сказать самыми первыми упоминаниями о существовании подземного мира и и таинственного народа появились в 1946 году именно тогда журналист и ученый ричард шейвер рассказал в журнале специализирующимся на паранормальных явлениях о своем личном контакте с каким-то существом живущим глубоко под землей по словам самого шейвера он некоторое время жил в этом подземном мире вместе с мутантами похожими на демонов которые описываются в старинных легендах наших предков но до недавнего времени фактом о существовании подобного подземного мира с недоступными человеку технологиями не придавалось особого значения но неожиданно некоторые ученые подтвердили их исследователи из нас вместе с французскими учеными смогли обнаружить в глубинах земли целую сеть подземных тоннелей и галерей которая простирается по всему миру на алтай и урале киргизии и в пермской области их много в южной америке и даже под пустыней сахара при этом речь вовсе не идет о каких-либо археологических находках тех городов которые когда-то друзья попрошу нажать колокольчик подписаться на канал поставить лайк этому видео заранее благодарен существовали на земле они однократно подземных тоннелях со странными сооружениями но как же были созданы эти постройки ученым до сих пор неизвестно вполне вероятно речь идет о каких-то технологиях которые человеку пока неизвестны исследователями загадочных тоннелей вплотную занимается и аргентинский этнолог хуан морец который не только изучал но даже нанес на карту всю систему тоннелей которые он нашел в марона сантьяго найденные им входы в подземелья были прорублены в скале и спускались вниз на 250 метров на разных его уровнях есть небольшие площадки от которых ведут прямоугольные правильные отводы сворачивающие только под прямым углом общая их протяженность доходит до сотен километров поэтому они смахивают на лабиринт в отшлифованных гладких стенах предусмотрены вентиляционные отверстия расположенные строго периодичные работающие по сей день идентификацию таких тоннелей являющихся делом непростым и требующим всесторонних знаний исследователи проводят исходя из техники проведения глубинных работ механизмов трансформации коры земли образований подземных полостей в ходе эволюции нашей планеты надо сказать что процедура это достаточно реально если учитывать один факт основным отличием древних тоннелей от современных подземных созданий в том числе и природных является как ни странно то что то что эти древние объекты отличаются совершенно и удивительно точно от обработок стеновых полостей современности в основном они бывают оплавленными с идеальной направленностью четкой ориентации также буквально циклопические размеры и что самое удивительное запредельная для нашего понимания древность не раз исследователи отмечали что на различных континентах помимо тоннелей метрополитенов бункеров и шахт а также природных пещер существуют таинственные подземные полости строителями которых является цивилизации предшествовавшие человеческой вот и начало 21 века было ознаменовано ростом частоты таких находок например в крыму жителям украины отлично известна пещера мраморная которая расположена составе массива чатырдак в самом начале на спуске в пещеру посетителям открывается огромное помещение формы трубы длиной около 20 метров из трещин своде свисают сталактиты и сталагмиты завораживающее внимание при этом практически никто не обращает внимание на то что этот тоннель имел идеально ровные стены уходящие в горную глубь под уклоном к морю стены тоннеля отлично сохранились они не имеют никаких следов эрозии от текущих вод при этом не существует и лекарствовых каверн являющихся следствием растворения известняка получается что это часть тоннеля ведущего в никуда однако учитывая что сама впадина черного моря создавалась около 13 миллионов лет назад на самом стыке эпох эоцен и олигоцен в результате падения гигантского астероида который срезал и разрушил гряду крымского горного хребта можно предположить что это мраморная пещера один из фрагментов древнего тоннеля тогда как его основная часть осталась в разрушенном горном массиве ежегодно на тайване проводят фестиваль посвященный голодным духом тайцы уверены что она на 15 день 7 месяца согласно тайскому лунному календарю ровно в полночь врата подземного мира открываются и в мир живых приходят жители подземелья которая весьма основательно перу это через две недели уже сытые возвращаются домой закрывая за собой врата в подземный мир на нашей планете помимо экзотического тайваня существует еще несколько мест где надземные подземные миры напрямую соприкасаются в россии это печально прославленная чертова поляна спрятавшаяся в таежных глухих лесах красноярском крае когда-то очень давно в долине речушки ковы существовало несколько небольших деревенек чемба кости но и карамышева жители этих забытых богом поселений рассказывают что в первый раз дыра между двумя существующими мирами надземным и подземным раскрылась еще в 1908 году именно в тот год когда человечество еще не оправилась от падения тунгусского чуда открытие такой дыры большинство исследователей связывают именно с прилетом этого огненного небесного тела однако существует и другая прямо противоположная гипотеза выдвинутая геологической экспедиции подчиняющиеся всероссийскому институту минералов изучая многие древние геологические структуры этой экспедиции было высказано предположение о том что существование необъяснимых и странных явлений в атмосфере связано не с падением метеорита а с выбросом огромного сгустка энергии из самых глубин земли в год появления над землей огненного шара многие пастухи живущие в окрестностях поселения обнаружили посредине тайги огромный участок с полностью выжженной землей и достаточно большой бездонной дырой прямо посередине в эту дыру постоянно падали животные связи с этим тракт по которому пастухи гнали свою скотину на пастбище перенесли в сторону на три километра но и это предосторожность не помогла животные все же продолжали бесследно пропадать в глухой тайге и как утверждали местные жители как раз в районе этой чертовой поляны в годы второй мировой войны дальнейшая сложная экономическая ситуация в стране заставила на долгое время забыть о тех чудесах которые творятся на этой так называемой чертовой поляне подзабыли даже в каком регионе она находилась а вернулись к этому вопросу уже только в 1984 году эту загадочную поляну снова нашла экспедиция организованная владивостокской ассоциации уфологов во главе с ремпелем и ей удалось сделать на ней довольно много интересных открытий то что под землей находится нечто очень странное никто и не сомневался но что это на поляне очень странно повела себя компасная стрелка вместо поворотов на магнитные полюса она постоянно показывала на самый центр поляны да и приборы зафиксировавшие большие электромагнитные излучения будто бы взбесились у них начали зашкаливать датчики все это очевидным образом указывала на тот факт что под поляной находились какие-то непонятные физические поля которая достаточно сильно воздействует на психику человека так даже на приличном расстоянии от поляны у исследователей начинались приступы совершенно беспричинного страха практически у всех членов экспедиции сильно болели зубы и опухали суставы поэтому работы у входа в подземелье пришлось свернуть американские фермеры свое время также рассказывали о том месте где пересекаются подземный и надземный мир на самом берегу черной реки в районе небольшого городка лайнс фоллс время от времени в земле открывается подземная дверь многие жители этого городка неоднократно вблизи сталкивались непонятным гигантским животным очень напоминающим монстра с темно-бурого цвета шкурой с округлым конусообразным телом со сверкающими как серебряный доллар глазами от этого монстра страшно пахло серой местная полиция неоднократно пыталась ловить его но сети и веревки проходили как бы через него словно сквозь воздух а сам монстр словно провалился сквозь землю когда его искали с помощью биолокационных рамок исследователям удалось сделать очень интересное открытие подтверждающее сказанное оказалось что под толщей земли на глубине почти 200 километров все-таки существует зона обитания разумной цивилизации конечно достаточно трудно себе представить такого человека тело которого состоит из белковой ткани обитающим в таком температурном режиме при котором расплавляется камень не то что трудно совсем немыслимо ведь давление от горных пород на подобной глубине в состоянии раздавить твердый цельнометаллический шар но разве обязательно этот представитель цивилизации должен быть создан из белка константин целковский будучи основателем отечественной космонавтики свое время создал философское произведение в котором предполагал с течением времени постепенное изменение облика человеческого рода по его мнению в будущем мы люди будем состоять из полей и станем непосредственно принимать энергию солнца и земли а что мешает таким существам уже обитать в нашем подземном царстве на очень большой глубине тем более что энергии им там вполне хватит обитать строит тоннели по которым очень удобно перемещаться с одного конца планеты на другой при этом все-таки остается безответным вопрос как и откуда подобные разумные создания могли оказаться на земле некоторые исследователи предполагают что жизнь в том числе и такая разумная зарождалась самом начале на самое далекое от солнца планете файтония от которого на сегодня сохранилась только астероидная гряда затем эта жизнь была перенесена ими же и возникла самостоятельно на марсе а после того какие-то планеты остыла и стала непригодной для жизни наступила очередь нашей земли наверное исследователи не знали что земля на самом деле плоская и ведь вполне возможно что уже потомки от тех разумных существ из далеких планет которые приобрели определенные формы физических полей смогли перебраться на нашу планету однако обнаружив то на ней зарождается другая белковая жизнь поселились в глубинах земли еще одно интересное событие произошло в 2003 году в подмосковье в окрестностях города солнечногорская произошло весьма загадочное событие в озере бездонное был обнаружен спасательный штатный жилет американской в мс с идентификационной надписью о том что он принадлежит матросу эсминца колу который был взорван в оденском порту в начале века тогда 10 матросов пропали без вести один из них сэм пиловский он и был хозяином жилета но как его спасательный жилет проделал путь из индийского океана и смог попасть в небольшое озеро затерявшиеся в центральной россии совсем непонятно каким был его путь который этот жилет преодолел за три года это 4000 километров по прямой значит действительно существуют неизвестные нам подземные пути и тоннели которые предположительно связывают отдаленные части материков на земле но кем когда и для чего они были созданы мы пока не знаем с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравится мои видео вставляйте комментарии что вы думаете по этому поводу до встречи в следующих выпусках что вы что Субтитры сделал DimaTorzok